На стадионе «Металлург» с самого утра парад юных спортсменов, финалистов соревнований для пришкольных лагерей. Из семи сотен участников в этом году до решающего этапа дошли 64 человека. Волнение нарастает в последние минуты перед стартом. Мы долго готовились к этому, занимались. Сложно было. Волнение есть, конечно. Сейчас только что размялись. Переживают и болельщики. Напряженная борьба за выход в финал среди команд 26 пришкольных лагерей продолжалась почти месяц. Сначала на эстафете участвовали, а потом играли в фронтбол, выиграли и в городке. Немножко проиграли, но все равно вышли в финал, очень рады. У нас 60 человек и в команде 20 человек. Ну вот это самые лучшие отобраны. И вот объявлен старт и первое испытание прыжки в длину всей командой. И здесь от мастерства каждого участника зависит конечный результат. Но к этому ребята оказались готовы, ведь спортом занимаются давно. Я уверен, что многие из вас занимаются в спортивных школах нашего города. Ну а те, кто еще не занимаются, с сентября добро пожаловать на наши объекты, в наши спортивные школы. Я уверен, что здоровое тело и здоровый дух поможет вам по жизни. И вы добьетесь еще больших результатов в жизни, если будете заниматься спортом. Следующим финальным этапом стал парный бег в гимнастических обручах, который продолжился состязанием в виртуозности владения баскетбольным мячом и передачей эстафетной палочки на скорость. И здесь уже страсти на поле разгорелись нешуточные, почти как на чемпионате мира во футболу. Фестиваль спорта для пришкольных лагерей в Череповце проходит уже третий год подряд. И с каждым разом желающих показать свою ловкость, скорость и командный дух становится все больше. Интерес к различным видам занятий у ребят растет, рассказывают организаторы. Не во всех школах они на уроках физкультуры получают то, что хотели бы получить. В силу того, что школы достаточно большие, а здесь они, может быть, первые какие-то уроки получают физического воспитания. И, наконец, месячный спортивный фестиваль завершился. Победители определены. Почетное третье место занял лагерь школы номер 28. Вторыми стали участники из команды 24-го среднего учебного заведения. А лучшими на этот раз объявлены спортсмены 16-й школы. Анастасия Хаткова, Анатолий Хорин, Егор Плюснин. Новости.